26 января 2020 года весь спортивный мир ужаснулся от новостей из лос-анджелеса в авиакатастрофе погиб гобби брайан крушение вертолета на борту которого находились брайан с дочкой джианны и еще семь пассажиров произошло неподалеку от лос-анджелеса в условиях сильного тумана утром воскресенье по местному времени сообщается что вертолет сикорский с 76 безуспешно пытался набрать высоту поворачивая налево и после крушения загорелся это спорт арена тиви с вами бюджи сегодня я расскажу какую экстраординарную личность потерял спортивный мир это не попытка запрыгнуть выходящий хайп трейн отдань уважение легенде чья игра влюбляла в баскетбол миллионы сердец его постоянно сравнивали с майклом джорданом коби и сам хотел быть максимально похожим на его воздушество перенял множество приемов из арсенала м дж я но те кто видели праймовых джордана и брайанта не дадут мне соврать коби был феноменальной копией майкла однозначно самый лучший из копий но даже теоретически не мог на равных соперницей с джорданом ведь двадцать третий номер от природы физически мощнее но сегодня обойдемся без банальных сравнений лос-анджелес клиперс не хотели брать коби под седьмым номером драфта чтобы не позориться и вас не должно удивлять это ведь брайан был далеко не самым талантливым игроком своего поколения винса картера называли наследником троном майкла джордана гранд хилд был ли броном джеймсом задолго до появления короля в нб а от трейси макгрейди умел на площадке абсолютно все но когда речь заходит о том кто же был лучшим игроком в истории нб а и фамилии никто в здравом уме называть не будет кого-то подвело здоровье кого-то неправильно расставленные приоритеты но эта тема для совершенно другого видео так в чем же особенность коби брайанта он конкурировал с более талантливыми и физически одаренными баскетболистами но эти факты не помешали черной мамбе высечь свой бюст на баскетбольной горе рашмор однажды коби прибыл на тренировку сборной сша за семь часов до ее начала после нее он решил слегка проехаться на велосипеде и накатал аж 80 миль многие спортсмены любят совершать подобные поступки от случая к случаю но для коби это был стиль жизни фанатичная преданность делу и неугасающее желание всесторонне развиваться сделали коби брайанта кумиром духовным наставником и примером для подражания для нынешнего поколения баскетболистов юным поклонникам nba будет сложно принять тот факт что еще 15 лет назад брайан был самым ненавидимым баскетболистом сша эгоизм на баскетбольной площадке и за ее пределами токсичное влияние на командную химию и постоянные попытки вытеснить шакила анила из лейкерс не так сильно будоражили публику в этом безумии и было брайанта обвинили в изнасиловании работницы гостиницы синий фон и газ брайан не получил должной поддержки от команды а когда шака уже не было в лейкер скоби в полиции сказал не стоило платить деньги девушкам как они у него никогда подобных проблем не возникало это высказывание разрушила брак шакила и обрушила еще в больший шквал критики на брайанта в nba царила негласное правило никогда не подставляй других игроков по итогам того сезона брайан не получил ни одного голоса в гонке за мвп что ярко отображает отношение всей лиги к содеянному но эти события только закалили характер брайанта он сменил игровой номер с 8 на 24 и впоследствии привел лейкерск еще двум чемпионским титулом на пресс-конференции после 5 победы в нбей брайан снова напомнил о своем конфликте с санилом заявил все что я знаю у меня 5 чемпионских перстней на один больше чем у шака впрочем с возрастом коби уже меньше ввязывался в различного рода скандалы и стал больше уделять времени своим успехам на площадке он страстно хотел догнать майкла джордана по количеству чемпионов но этой мечте так и не суждено было сбыться в 2013 году коби изо всех сил пытался затащить лейкерс плей-офф и сделал это но ценой собственного здоровья в каждая попытка стать на ногу была невероятно мучительной и коби брайан никогда не вернулся на баскетбольную площадку впоследствии он подписал самый крупный контракт в нбей хоть и не мог отработать его в игровом плане это соглашение на корню прибило все возможности лейкерс для маневров в борьбе за титул в последней игре коби снова напомнил о себе набрав 60 очков в матче против юты которая на тот момент могла выйти в плей-офф если бы победила лейкерс но тот вечер не мог закончиться поражением команды брайанта украина сэй мамба ау жизнь коби была показательной и в плане действий после завершения карьеры мамба не стал безжалостно растрачивать заработанные миллионы а занялся грамотными инвестициями которые позволили увеличить вложенный капитал в десятки раз что и говорить если коби умудрился из какой-то ссанины сделать бренд который на полном серьезе навязал конкуренцию гетерейд брайант преуспел и в киноиндустрии короткометражный фильм дорогой баскетбол не просто получил положительные отзывы критиков но и позволил коби стать обладателем оскара с первой попытки было бы интересно взглянуть на выражение лица леонардо дикаприо в этот момент это далеко не все что можно сказать о насыщенной биографии коби брайанта но если подвести черту под этими историями вырисовывается общая сюжетная линия как трудолюбие и характер брали вверх над недостатком таланта и неблагоприятными обстоятельствами а закончить это видео хотелось бы цитатой коби брайанта которая как никогда актуальна наслаждайтесь жизнь коротка чтобы застревать на одном месте и быть обескураженным не останавливайтесь продолжайте делайте шаг вперед улыбайтесь и двигайтесь дальше